Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Алтай – это одна из самых любимых мест для меня в Руссии. И в этом месте появятся несколько лет ракетов. Эти ракеты будут несколько раз в месяц на байконур. Это около 1000 км. И в этих ракетах есть еще немного ракетов. Субтитров А.Кулакова Это ужасно. Я живу на 10 минутах от Кремлин. Но здесь, в лесу, и в такие абсурдные ситуации, это, в принципе, место в России. И это, в принципе, место в России. И в России. И в России. Немного холодного водителя, не душе. Но сначала мы будем отдать вниз. Это такой книжек, я расскажу. Ад 하겠습니다. Мы будем о 4.48 в день, но это значит, что это за головой администрации Республики Алтай. Отлично. Хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, я видел это объявление? Или ракета-апаттия? Здесь... Здесь было ракета-апаттия. Нет, это было. Уже. А вы тогда слышали? Нет. Нет? Нет. Я думаю, что русский, что я спросил о ракета-апаттии, и она ответит на то, что я спросил о ракете. Как будто бы это не было. Играет музыка. Играет музыка. А ведь это проще не нужно было. У меня получается. Играет музыка. Играет музыка. ракета ракета пада услышали в этом да вот значит его услышь что эти большие остатки они они дальше да вы видели когда-нибудь вон там на камнях есть ну как вы думаете сами что падает этой остатки какая потому что говорят это может быть вредно да но говорят так-то вредно вы вы не знаете сами сами-то не знаем на не объяснали ничего это так не жить лежит а все лежит скорее лежит так часто так большие большой давай этот вот это плач такой лежит такой дорогу а какой часто вы видели это мод мотор двигатель не какой-то этот не знаю знаете на этот как и кабины какой-то этот ступеньки или как и называет это там но так говорят я не знаю но вы видели на видео значит не знаете да да а ведь я не забыл это поговорка в русских на дорогах как вы думаете когда-нибудь будет автобаны а а вот и в и и и и и и и и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, а можно что-нибудь спросить? Здравствуйте. Это голландское телевидение. Мы из Голландии приехали. Ну, чтобы снимать ракетопаде. Вчера тоже был запуск, да? Не знаю, объявления не слышал. Обычно тут грохот же большой стоит. Или, может, разные эти бывают. Это по телевидению слышал, что... А вы можете, вот интересно, вы можете рассказать на этот день запуска, что вы дома, да? Лучше нет на улице. Дома лежала. Дома. Конечно, это было же под утро уже, может, 4 или как-то проснулось от грохота, грохочет. Я думала, кошка по лестнице прыгала, потому что сильно-сильно. Но это мы уже знаем, этот звук, это запуск ракетки. Это какой звук? Ну, как, какой звук? Ну, как взрывается кто-то. Раз, 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 да. Как будто кто-то взрывается. Это вот гром, или вот когда сильный гром бывает, вот это похожий звук такой. А вы тогда волнуете, что, может быть, упадет на... Ну, я могу представить. Конечно. Да? Конечно. Мы уже один раз было... Ну, в этот запуск была плохая погода, не видно. Хорошую погоду видно. И он видел, допустим, хорошую погоду, как вот горела, ступень летит, и какой-то раз прямо свист такой. Ну, где-то недалеко здесь падали. Часто же запуск идет. Ну, люди недовольны. Даже чаще, думаю. Да, чаще. Ну, часто, часто запуски. В последнее время особенно стало, как-то часто же. Удачи. Счастливо вам. А вы уже долго живете здесь? 62 года. Так что здесь родился, женились и купили этот домик. Ага. Вон те горы, вот видно. Вон, где провод идет, а вот там... У нас слева. Да, вот в снегу где. Вот где снег, вон та шишка. Вот за ней найдены эти два, две сестерны. На сегодняшний день руководство, пусть Роскосмоса, или, может быть, те представители, которые приезжают сюда для того, чтобы дать после запуска ракеты, всегда делается облет вертолета. Это, который берет, наверное, пробы. Считайте, что 99% смертности идет только лишь от раковой опухоли. И дедушка, бабушка, мать, тетя все. И сегодня я их, можно сказать, что я их схоронил, да? Их уже нет. Я остался один. А как вы думаете, это вредно для... Ну как, вот вредно, результат, раковые заболевания. Рак, кожа, да. А как вы знаете, это связано? Ну я в районной больнице лежал. Вот, только что приехал недавно. А можете показать? Ну а что показывать? Вот раковые заболевания. Рак, кожа. Все. А что же доктор сейчас говорит? Ну что доктор говорит? Мне глубокую регионотерапию сделали. Ага. Вот, сенцовым отделом закрывали. Облучение делали. А сейчас лучше станет? Ну что лучше, оно полгода у меня не заживает после рентгенотерапии. Ну чего я жег? Вот. Сейчас вот в больницу приехали врачи, я не знаю, что они скажут. А как вы думаете, может быть, будет лучше? Может быть, будет изменение? Ну когда прекратят. Человечество вот этого не имеет никакой пользы от этих ракет. Оно не восстанавливает то, что значит научное все. И здоровье человека это совсем другое. Абсолютно. Здравствуйте, Сергей. Значит, это у вас что упал остаток ракеты? Да, 20-го числа. 20-го, значит, 6 дня назад. Ну как? Недавно. Да, недавно. Вы можете показать, где упал? Конечно, можно. А где именно? Ее как обрезала она. Вот это нашивное тесно. Тут немножко провисло, а здесь тоже его прошило насквозь. И здесь дыра. И там в глубину еще 50 сантиметров. Один раз как? Вот оно, да, оно как летело, упало туда. Возьмите, глухой удар, кровати подпрыгнули. Потому что, кажется, весь дом вот так подлетело, подскочило, дверь открылась, а я выбежала сюда. Тут, ну, синяя все пыль от этого. Пожара не было здесь? Пожара-то нет, оно не задело. Если бы упала в баллон, был бы пожар, а так-то нету, нет, конечно. Тут дети спали, а мы там спали дальше, в другой комнате. И сейчас обещают в конце октября или в октябре опять сделать такой же спутник запускать. И как мы должны, я не знаю. Мы даже ночью теперь боимся спать. Вот еще раз, куда он упадет? А если на голову кому-нибудь, детям или нам? Упадут на детей, мы, значит, останемся без детей. Или на нас упадет, дети у нас останутся сиротами. После 20-го люди, может быть, были у администрации и жалобы, что-то участвовали, не знаю. Никто, ничего, никто не был здесь, и никто нам никакого участия не высказывал. А как вы думаете, может быть, сейчас они будут что-то измениться, чтобы не падать на... Ну, они сказали, что больше такого не повторится. Сейчас они там что-то изменят в конструкции этих аппаратов или как там, летательных, не знаю. Ну, вот сейчас будет запуск, посмотрим, то ли будут они нам на голову падать, то ли нет. Далеко от дороги? Нет, на стороне дороги метров. 250, наверное. 250. Это реально зажатый стук. Вам повезло, что вот эта часть не упал на вашем доме. Май, Господи. О, галазблый. Какая часть ракета? Ну, это, наверное, головной отвлекатель. Ракета у нас. Нос, да? Ну, вот верхушка у нас. Здесь тоже есть изоляция, изоляция плата или что-то. Так, а мы сможем перевернуть? Может быть, лучше не руками, может быть, нет? У меня вот сенокос здесь, сено здесь вставлено. Ну, и поехала, она здесь лежит. Ну, вот, наконец-то отсюда, видать ее было. Ну, может, яд будет, и бог его знает. Мы же не проверяли, нечем. А лучше не трогать, да, руками? Ну, наверное, желательно не трогать. Все равно в нее топливо заправляли, заливали. Он же ядовитый, гептиловый. Ну, да? Или какой еще? Ну, вы желательно не трогали? Ну, почему тогда вы трогали? Ну, если бы в дом пало, то она и дома у меня есть, наверное. Если бы этот яд или что-то. Раз больше, раз меньше. Разница. Уже никакой, она. Ничего не изменит, ну. Так что… Уже, у меня нет. Уже, ука. Укли. Увы. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Это очень вкусно. Это очень вкусно. Это сливочное масло. Очень вкусно. Но он не знает, что еще не знает. Но он уже знает это. Но я не рассказал это. в любом случае. Говорят, что ваша душа, то есть на распутях, она не на месте. Мы готовы? Я не рассказал, но мы увидим, что это работает. Я не верю в это. Я не предупреждал это. Но в любом случае шамама услышал, потому что у меня нет ни одного нога. Это может быть в России, что каждый день что-то неизвестное произойдет. Все это возможно в России. Это прекрасно в России. Но в основном, что это не так. Это может быть, что вы должны купить полиции, потому что вы не могли купить грудь, или что вы должны купить доктор, потому что вы не хотите, чтобы вы не пришли в Россию. Я тоже купил полиции, если вы не имеете правильные документы. Это очень удобно, чтобы дать немного денег или купить сигаретку, а потом идти в полиции. Я просто купил это. Это целый систем в России основан на правильность. Это не то, что делать. Если вы не можете найти дорогу в России с людьми, и такими способностями, вы не сможете найти это в России. Это системы в России. Это системы, со стороны, по стороне, по стороне, по стороне, по стороне. Я живу три и половина в России, но это действительно одно из этих проблем, до чего я никогда не могу не уйти. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Вы сегодня ругаетесь, завтра миритесь, а нам это разгребать. Было легко с ним развестись? У меня не приняли даже исковое заявление на развод. Так как я жена. Он пришел, у него приняли. У меня судья не приняла. Это вообще часто бывает в России. Что? Такое, что мужчины много-много бьют и бьют. Очень много. Да. Это вот у нас ни первое, ни последнее, вообще много. У нас уже как закон вошел, что мужчина. Мужчина. Данная ситуация осложнена была тем, что Сергей был сыном прокурора. Прокурора района. То есть те учреждения, госучреждения образования, медицины, которые должны были беспрепятственно осуществлять предоставление тех или иных документов, они стали отказывать ей. Либо предоставлять те доказательства, которые были, так скажем, не в пользу Натальи. И опять папа поехал туда с моим другом, попросил его просто уволить. Естественно, он уволить меня так уже не смог, как вот прийти и сказать, что не работаешь здесь. Ну, он уволил через, который вот надо мной сотрудники вышли по званию. Он через них сказал, пусть эта девочка или сама увольняется, или подставьте ее. И он, естественно, меня уволил для того, чтобы у меня не было места работы, чтобы ребенка определили с ним, места жительства, что вот у него доход, что вот он такой хороший, у него квартира, у него доход, у него все есть, а у него ничего нет. Как вы думаете, это возможно здесь, в России, что больше порядок будет? Или навсегда будут такие примеры, что вы? Ну, мы, конечно, возлагаем большие надежды на нашего президента. И правовой нигилизм, о котором он говорит, он, конечно, имеет право быть, потому что имеет место быть. У нас, к сожалению, в России очень низкий уровень правовой культуры. Вот уже, так сказать, особенно женщины, то есть на сегодняшний день женщины несовершеннолетние, они наиболее уязвимы в правовом отношении. Вступая во взрослую жизнь, они попадают вот именно в те ловушки, которые образовались вот именно в связи с безграмотностью правовой. Они приводят в тупиковые ситуации. Я не говорю ему ничего плохого, потому что он не знает, что у него папа такой плохой. Папа у него хорошая. Папа у него нет. Папа у него нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok